Дорогие друзья, всем привет. Мы на аукционе, как называется? Аукцион. Аукцион с нами Славик, который ПРО в этом деле. Как вы поняли по названию. Итак, проверяем. Здесь уже охотники. Накаляется ситуация. Хайпанул четверть миллиона подписчиков. Трогать ничего нельзя. За каждого, кто-то будет бороться. Можно от доллара выиграть до трех тысяч и больше. И он, наверное, понимает, сколько это стоило. Такой азарт. Пацан в январе идет в футболке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сегодня со всей семьей. Уже 700 баксов стоит. Смотри, какие фанаты. Это мы, Грагер? Уже 100 баксов не надо. Серьезно, я такой смотрю на лица, такие жестокие все. Уже 1000 долларов. За что? Чувак за 1000 баксов купил неизвестность. Неизвестность. У него какой-то бизнес. Он покупает очень много. Он понимает. Ты его помнишь, да? Я его часто видел. Какой? То есть, может, у него трифстор, комиссионный магазин. Кто это выиграл? Да, у него очень часто выиграл на опционах, он часто играет. То есть, у него какое-то есть место сбыта, и он, наверное, понимает, сколько это стоило. Я не знаю, это не мой стиль. Может быть, и... Сейчас увидим, может, что-то интересное. Потому что у нас в Ване специфический стиль. Мы охотимся модерной мебелью 60-х годов. Мы центр. Так как бывает? Она нам ценна. Многие люди могут не понимать об этом. Раз ты разбираешься в этой мебели, то ты знаешь, что другие разбираются. Да, но если бы ее было все еще видно. С нами играет сегодня человек 25, да? Это много? Конкурентов. Это считается много сегодня? Лучше был бы дождь, гром, молния. Мы подходим к аукциону. Номер два. Маленькая дверь. Люди смотрят. Трогать ничего нельзя. Залазить нельзя внутрь. Просто посмотреть. И тут все завалено мебелью, матрасиком. И ничего не видно, ничего не понятно. Элвис Пресли или нет? Диск. Часы деревянные, но они декоративные. Слишком много семейных фоток на них наклеены. Аукцион номер два. Сет мебели. Мебель смотрится... Какого года, Аня? 73-го? Привет, ребята. Мы только что услышали, что вот этот контейнер, который с матрасом, ушел за 120 долларов. Это немного. Ну и неизвестно тоже, много или мало. Хочу взглянуть, что здесь конкретно. Вот эта вся штучка ушла за 120 долларов. Ну да, вот сейчас Аня проанализирует. Если ты новый иммигрант, тебе нужно заставить квартиру за 120 долларов, это прекрасная цена. Но если ты какой-то коллекционер и крутую модную мебель, наверное, это не она. И то место. Итак, друзья, мы приезжаем на вторую точку второго аукциона. Здесь уже охотники. Итак, друзья, мы на второй точке, та же фирма. Как работает эта система, я понял. Люди оставляют свою мебель старую. Или не старую. Они переезжали, например, оставили, загрузили. Платят за нее, может, баксов 150-200 в месяц. В зависимости от размера гаража. И в итоге, если они перестают платить, они просто банкротятся. Или просто им надоело платить. Они не пользуются уже два года этими вещами. Думают, зачем платить? Перестают платить. Аукцион шлет им письмо. Первое письмо заплатите. Второе письмо, третье. Потом предупреждение. Уходим на аукцион такого числа. Люди не реагируют, уходят на аукцион. И здесь собираются охотники. Вот эти вот 20 человек. Слава, уже сколько времени ты в этой индустрии? Я думаю, пару месяцев. Пару месяцев. Собираются люди, взвешивают картину. Нравится ли им, не нравится. И там, как мы поняли, лазить, открывать коробки, что внутри нельзя. Тут наугад. Это такой азарт. За сколько выиграл? Ну, можно внешне посмотреть. Но вдруг там за шкафами есть какая-то там драгоценность. Или какой-то телевизор, который стоил 2000 долларов в 2004 году. Сейчас он стоит 4 долларов. Вот такой может быть облом. Ну, в общем, вот такая картина. Аукцион. Славик говорит, здесь люди, которые постоянно этим занимаются. Очень много одних. Они постоянно. То есть, это их бизнес. Либо у них есть место сбыта, либо что-то они делают. Либо им нужно срочно закламить свой гараж. Да, закламить. Ну, то есть, Славик на этой теме, на этом хайпе, хайпанул четверть миллиона подписчиков. Сколько у тебя было до этого? Сколько у тебя было до этого? До этого было 10 тысяч. Стало 230. Ты чё, чувак? Это чуха. Это чуха. Я так и чувствую. Не знаю, как объяснить, но это круто. Я не пытаюсь на этом хайпануть. Просто мне Слава пригласила пережить этот экспириенс. И мы хотим пережить. Более того, мы заинтересованы. Нам сейчас надо две квартиры замебелировать. Поэтому нам это очень открытая тема. Вместо того, чтобы охотиться за индивидуальным каждым столиком, лампочкой. А тут целую мебель можем купить. Единственное, что она может по стилю не подойти. А может и подойти. Так что, держитесь с нами, оставайтесь на проводе. Не переключайтесь. Не переключайтесь. Много народу это плохой знак. Обратите внимание, впереди нас, сзади нас армия. Слава говорит, это плохой знак. Потому что цены могут взлететь просто без причины. Потому что все в азарте. Поэтому мы сегодня консервативны. Деньги держим в кармане. Есть шансы, что даже ничего не выиграем. Просто пришли до эксперимента. Короче, человек сказал, можно от доллара выиграть до 3000 и больше. Но именно эта компания берет 10% сверху. И еще налог 8%. И вам нужно еще заплатить 100$ клининг фи. То есть, что вы должны очистить все. Просто опустошить. Да, если вы очистите, вам это заплатят 100$. Если вы оставите какой-то мусор, 100$ вы потеряли. Просьба, все кто выиграют, персональные вещи, такие как фотографии, паспорта оставить. Обручальные золотые кольца, нет? Можем себе забрать? Это надо забрать себе. А персональные вещи оставить, передать в офис, чтобы люди, которые теряют это все на аукционе, как-то забрали. Итак, армия продолжает идти. Аукцион мы нашли. Смотрим, что будет дальше. Что будет дальше? Что будет дальше? Да, я... я же... Стораж не снимаю. Уже 50$ на это поставили. Неизвестно. Есть матрасик, а все остальное неизвестно. Поэтому 50$ уже поставили. И вот люди ждут следующего. Владельцам этих контейнеров приходит email. Сегодня ваш контейнер будет сыграть на аукционе в такое-то время. Если вы не заплатите до этого времени, то он уйдет. И люди уже как бы, ну, понимая, что дело серьезное, они начинают выплачивать. Сегодня выплатили все, кроме 4. 4 осталось. А было 8 здесь, да? Или 10? Вроде 10 на сайте написано. То есть люди проснулись в последний момент. Это плохо в нашу сторону. В нашу сторону плохо. Людей собрали, знаешь, много на эти контейнеры, а будет как раз 4. То есть за каждый кто-то будет бороться. Накаляется ситуацией. Да. Устал 5.5, да, короче. Слава, как профессионал в этом деле, скажи, когда ты считаешь, что нужно ставить ставку? В каком случае? Смотрите, машины у меня нету, поэтому я сразу пасую на матрасах на большой мебели. То есть большую машину утянет? Большую машину. Правильно. Не хочу тратить деньги на аренду авто. Это, мне кажется, не будет выгодно. Я играю вот такие маленькие контейнеры. Стараюсь играть маленькие контейнеры. Очень смотрю, чтобы вещи были не набросаны просто кучей, а были нормально сортированы, сложены. И меня тоже очень интересует, когда на коробках есть надписи. Это значит, что человек как бы планировал переезд, он все красиво организовал, и в этом случае, возможно, в своей сцене. Да, и человек, наверное, кто арендовал это место, он организованный человек, у него порядок, у него ценные вещи. Не просто какой-то с гаражки все-таки набросать. Да, когда мусор просто набросают. Так что это хороший знак. Поэтому те, кто хотят заняться в этой индустрии, друзья, вот ключевые слова Славик сказал. Итак, люди профессиональные с фонарями пришли. О, так, елочка. Эта штука стоит ее бесплатно. Living room, fragile. Подписано чуть-чуть. Шланга. Ну, ты такое более-менее бы взял, потому что оно вмещается. Да, для елки. 50 долларов я взял бы максимум. За 50 долларов ты бы дал, да? У нас уже есть такая фонарь. Ну, такое, я не знаю, за что они платят. Это же можно просто во дворе держать бесплатно. За что они аренду платят? Не так уж много места нужно, чтобы это все сложить. Я тоже не всегда понимаю. Возможно, когда апартуты у человека. Ну да. Слава ставит 50 баксов, и сейчас мы услышим. Сейчас прям разыграются или потом? Да. Сейчас еще один, наверное, посмотрят, и за два сразу будут играть. Сначала первый, потом второй. Окей, отлично. Ощущение, что они все вынесли. Ощущение, что хозяева все вынесли и оставили мусор на... Я думаю, такое бывает. Потому что так мало, кто бы в аренду платил так мало. Ощущение, что они недавно были здесь. Все забрали, оставили все, что они не хотят. Мусор. Нам. Ну посмотрим, сейчас будет интересно, за сколько уйдет. Может за доллар? Пять. 20 баксов. Это пустой. Пустой гараж продан за 20 баксов. Пустой гараж продан за 20 баксов. 20 баксов. Я думал, меньше. В уличных гаражах классно то, что люди могут там хранить какую-то... Мопед. Мопеды, да, велосипеды, байки. Очень не часто, но я слышал историю, когда Харлея находили под покрывалом. И ты можешь, как-то там есть процедура, ты можешь через DMV сделать линк, как-то ты его покупаешь, и в итоге у тебя остается байк. Сейчас у нас улица, да, будет? Гаражная улица. Гаражная улица. И такая армия идет. Пацан в январе идет в футболке, когда все в курточках. Он чисто в Калифорнии, поэтому все нормально. Мы идем, размышляем, что чтобы участвовать в этом аукционе, неважно, где вы живете, в каком штате, ну, желательно в штатах, неважно, какой у вас статус, зарегистрировались, вы не зарегистрировались, вообще легально вылечивались. Просто пришли, подняли руку, вам поверили. Пошли, заплатили наличкой 100 баксов, 20 баксов, 300 баксов. Итак, смотрим на следующий. Такое редко очень бывает. Вот что мы узнали, друзья. Вот этот человек, который перед нами стоит, ветеран, кстати, он выиграл за 1000 долларов такой же самый гараж в самом начале нашего видео. Но когда он пришел за него платить 1000 баксов, женщина-владелица позвонила и сказала, все-таки я за него заплачу. Все, что с задержкой, то, что она не платила. Чувак в обломе. Хотя, не знаю, мне кажется, он сохранил, спас свои 1000 баксов. Итак, смотрим, что у нас здесь. Люди анализируют. Человек, который с тысячами пришел, он очень серьезно смотрит. Что мы здесь видим? Сиденье от машины, детский розовый велосипед, посуда, хрусталь, стеклянная, мебель. Не, ну ты шо? Ну откуда сейчас подсчитывается? Это надо конкретный грузовик. Не каждый может сюда перевезти тоже. Да. Документы. Мне нравится, мне подкупают, что уже про Джао написано. Это что-то может быть, в принципе. То есть тут организованно, да, более человек? Вот чузы, даже обувь. Мебель не очень модная, скажу. Мебель 1992 года сразу, скажу. Много мусора. Я думаю, долларов за 600. Ну, с такими чуваками, голодными, мне кажется, до 1000. Которые уже обсуждают, сколько они потратят на контейнер. 300 баксов. 350. 400 баксов. 400 долларов. 400 долларов. 425. 425. 425. 425. 500. 500 бариков. 500. Anybody else? He was first. 550. 550. I'm at 525. I'm at 525. I'm at 525. We're gonna go 550. Anybody else? She's back. 575. Now make it 600. 600 долларов. Ronald. Elvis Presley. Забрал за 725. Congratulations. Итак, наши главные акулы. Elvis Presley против чувака из Вьетнама. Ветеран. Я понимаю, о чем мы говорим. Да. Побежали. За сколько он? 725? 725. Забрали гараж. Судя по их стилю, по их прикиду, это их хобби. Может это их бизнес. Но для удовольствия это прикольно. И для друзей, которым нужно купить что-то для себя. Или мебель. Или просто пережить этот экспириенс. Друзья, приходите на любой аукцион. На каких веб-сайтах это можно найти? Storage units action в Калифорнии. Вам первыми сайтами выпадут аукционы, которые есть в Калифорнии. В вашем городе найдете, посмотрите и приезжаете. И это происходит раз в неделю, да? Происходит очень как-то рандомно, хаосно. Нужно просто смотреть на сайтах. Ну, раз в неделю точно. Супер. Может быть чаще. Все, друзья. Впереди еще много аукционов. Но мы уезжаем по разным аппотментам. С вами был я, Карифон. Славик. Enjoy travel. Внизу его канал. Очень интересно. Подпишитесь на канал Алеши, кто смотрит меня. Все. Всем пока. До встречи. Добро пожаловать на битву контейнеров в Калифорнии. Па-пай.